Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще один важнейший момент, это надо отдавать себе отчет, что переговоры мы ведем, так сказать, не с заказчиком, а с полностью подвластным ему несамостоятельным исполнителем. Организатор этого конфликта на Украине, между, по сути, одним братским народом, находится, как известно, на другой стороне земного шара. И он совсем не заинтересован в установлении мира. Мы с вами, наверное, заметили, что президент Соединенных Штатов ни разу не сказал, что сторонам надо бы, к примеру, сесть за стол переговоров, поискать мирных решений, пойти на уступки, ничего подобного. Зато НАТО продолжает накачивать украинских националистов тоннами, в основном старого, но еще действенного оружия, всевозможные экипировки, посылает туда своих инструкторов и всячески подначивает к эскалации конфликта. Замечу, что прошедшие в Турции переговоры между Россией и Украиной длились три часа. Внутри них, как помните, была отдельная встреча Мединского и главы украинской группы. В итоге, как мы помним, украинцы после окончания встречи разделились на две группы и буквально разбежались, не давая никаких комментариев. А отчет нашей страны занял, ну, несколько минут. Это я к тому, что основного, о чем же там шла речь, мы с вами не знаем и, скорее всего, не узнаем. С учетом всего вот этого вышеозвученного, видится, что дальше в переговорном процессе виднеется тупик. А преодолеть его возможно только после полного разгрома группировок ВСУ в Мариуполе, Харькове, Донбассе. Уже после этого поражение Украины всем станет очевидным. Вот тогда, наверное, и поговорим уже по-настоящему. Всем мира и добра. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok